Факт и мнение В году еще в 2006, когда уже все сидели в интернете, я даже не знал, куда заходить. И когда уже гаджеты стали совсем просты и доступны. И я помню, первый, по-моему, одноклассник я стал пользоваться. И когда вдруг я научился, я понял, что это просто. Я просто люблю общаться. И это просто и дает мне возможность общаться с большим количеством людей. И оказалось, что я многим интересен. И я так завел в Инстаграм, начал фотографии выкладывать, перископ. Вы активно отвечаете. Как вас на всех хватает? Вы знаете, я хочу сказать, на самом деле я отвечаю не очень активно. Я вот недавно написал, я подписан на Шнура. И я недавно что-то такое написал. Вообще просто... Я не знаю, зачем я написал. От фонаря. И он бах ответил. Я думаю, надо же. Ну и что-то там очень короткая переписка была. А потом я смотрю, он очень многим отвечает. И на самом деле очень много артистов, которые общаются и отвечают на комментарии. Ну, наверное, это... Ну, наверное, на самом деле это правильно. И я стал потихонечку тоже отвечать. Но на самом деле я очень мало отвечал. Сейчас стал больше. А перископ? Перископ вообще это очень круто. Это как твой канал получается. И ты можешь делать там все, что хочешь. Ну, зачастую артист, когда становится популярным, наоборот, как-то отстраняется от своих поклонников, потому что их становится все больше и больше. И как-то вот энергии, наверное, не хватает на всех. Ну, вы знаете, тут разные люди есть. Например, я знаю таких некоторых людей. Там они известные артисты, но они почти социопаты или как называется. То есть, когда они очень боятся всей публичности, они как бы взумно, они бегут от этого. Закрытыми, да, становятся. Да, они как бы изначально, может, такими были. Кто-то становится более закрытым. Ну, тут еще такой момент, наверное, уровень популярности, да, потому что если взять там какого-нибудь там очень, совсем популярного человека, там просто невозможно, на всех просто не хватит. Потому что, представьте, каждый человек, для каждого ты там вот, условно, Брэд Питт. Чему у вас профессия научилась? Во-первых, я начал читать книги. Потому что меня не могли заставить читать книги. Я не любил их читать. Я начал читать книги и стал это дело любить. Я думаю, что театральный институт мне привил вкус. И профессия, вы знаете, эта профессия, вот я точно могу сказать, что, поскольку все-таки в основном моя деятельность это съемки, то я могу сказать, что я, знаете, вот раньше мне было очень сложно, например, что-то фиксировать. Я такой все время витал. А в кино, когда снимаешь, это точно очень нужно фиксировать. И тем более сейчас в русских сериалах, когда там шум, гам, непонятно что, кто-то где-то кричит твою задачу. И ты должен это вычленить, зафиксировать и сделать. И вы знаете, у меня было, вот поначалу, когда я снимался, мне было ужасно с этим. Я ни хрена не слышал. Мне говорят, где налево шел направо. Сейчас я действительно понимаю, что как бы в этом смысле я, вот с точки зрения вот именно выработанного какого-то качества, вот это я вот так назвал, я моментально все фиксирую. Просто фиксирую на уровне подсознания. То есть я могу вообще быть, ну я все фиксирую, все понимаю, все слышу. Ну это, наверное, не то, что вы хотели услышать, не полный ответ на ваш вопрос, но чему научила профессия, да? Вообще изначально, понимаете, эта профессия, она настолько объемна, глубока и вообще неисчерпаема. Потому что профессия, это профессия, как, ну условно, вот как есть симулятор, да, там, полета на самолете, так же это симулятор жизни, симулятор каких-то жизненных, острых ситуаций, да? И для того, чтобы, например, сыграть какую-то роль какого-то серьезного там драматурга, писателя, для этого нужно как минимум ее понять. А как правило, если речь идет о серьезной литературе, там есть что понимать. И у тебя мозг начинает работать в сторону размышления, в сторону копания, ну так скажем, вглубь. Может быть даже ты становишься более осознанным, если ты правильно относишься к своей профессии. И за счет этого, разбирая какую-то там пьесу, читая или играя какую-то серьезную роль, ну это я в идеале сейчас говорю, человек как личность может расти, может расти уровень осознанности человека. Но вернемся к реалиям. В реальности наша профессия сейчас, на мой взгляд, претерпела очень большие изменения. То есть, конечно же, есть какие-то исключения очень редкие, когда действительно там вот то, о чем я говорю. Но в большинстве своем, конечно, это превратилось все в технический, поверхностный, развлекательный процесс. Еще раз говорю, это не есть, конечно, исключение, но в основном это так. Для этого мы просто можем включить телевизор и посмотреть, что мы там видим. Да, или даже пойти на какое-нибудь кино и посмотреть, что там показывают. То есть, действительно, если говорить об актерстве и о таком искусстве, как кино и театр, в таком, в классическом понимании этого слова, это, наверное, осталось, но и, наверное, это будет всегда, но в каком-то все более-более узком, короче, этого все меньше и меньше. Какие-то фестивали, там, да, где делают кино, театр, какие-то там тоже исключительные театры. В основном сейчас все это, конечно, коммерция, бизнес, контент. И, конечно же, требования это... Ну, для кино всегда требования, там, внешняя картинка, это очень важно. Как человек выглядит. Если ты там злодей, ну, ты должен быть злодеем, если ты характер, ну, ты должен быть характер, но ты должен быть харизматичным. Иначе, если тебя не хочется смотреть, это... Да, естественно, да. Вот. Но сейчас, конечно, в основном это просто... Симпатичный парень, симпатичная девушка, органичные. С ними несложно, они все понимают. Вот. И зачастую это может быть достаточно. Ну, хотя, на самом деле, даже сейчас все-таки и кому-то качества какие-то нужны, чтобы добить успеха. Вы сказали, что активно стали читать. Вот какие любимые книги? Настольные, можно сказать. Вы знаете, ну, я начал читать, ну, там, в 2000 году, как поступил в институт. Ну, я до этого тоже что-то читал, но это было так как-то скрипя. Да, тут зависит, наверное, от периода жизни, от твоих интересов. Ну, вот сейчас, допустим, топ-5 книг самых. Нет, я сейчас начну называть топ своих книг, и сразу... Вот, верить мне кажется даже интимным. Но, вот я, например, сейчас читаю книгу, называется «Голографическая вселенная». Вау. Вау. Это про устройство нашего мира. И это, вот, намного мне сейчас интереснее, чем «Гидем и пацан» или «Стендель». Ну, в данный момент моей жизни. Вот, хотя я помню, что «Стендель красно-черная» и «Гидем и пацан» и «Ладруг». Я думаю, вау, какие роли, как это круто написано. И, конечно же, я в институте, обычно Джека Лондона все читают, 14 лет, наверное. Я его начал читать, когда учился в институте, и я прочитал вообще все. Это как вот, Джек Лондон, это как это круче, чем «Май Макс», реально. Ты открываешь, и говорю, був-був-був. Очень круто. Вы еще и попробовали себя в качестве ведущего, телеведущего. Это проект посвящен, документальный фильм посвященный войне. Вот как на это решились, и насколько это было вам сложно сделать? Я вообще так скажу, что я, честно, в глубине души мечтаю что-нибудь вести и развлекательное, потому что я испытываю это большое удовольствие. Общаясь с людьми, перед камерой, я не знаю, как это было, с чем это связано. Мне это просто очень нравится, но у меня никогда такого опыта не было. То есть, какой-то опыт был, но чтобы я был ведущим, такого никогда не было. А вот этот я вел фронтовую Москву, но там даже не то, что ведущий, а просто читал текст по бегущей строке. Очень сложно сконструированы историками, и там были предложения по две страницы. Одно предложение. А это означает... Война и мир. Нет, даже невоятно, таких предложений вообще не бывает. А у них были. То есть, нужно вести было мысль... Вот представьте себе, ты читаешь, но тебе нужно нести одну мысль и расставить главные точки в этом предложении, которое две страницы. Такого не бывает, а у историков есть. И это тоже был такой опыт, это было сложно. Это по 12-14 часов ты читаешь, тебя уже... Ну, в итоге остались довольны? Да, какие-то колоссальные рейтинги были в этой передаче. Вот сейчас, в чем бы еще хотелось себя попробовать? Может быть, совершенно другое? Мне бы, во-первых, мне бы хотелось... Понимаете, если чуть-чуть о профессии, просто... Я немножко заложник своего амплуа. Мне, конечно, хотелось бы попробовать там, поиграть что-то характерное, что-то в сторону комедии. Мне бы очень хотелось попробовать себя в роли телеведущего. Ну, как бы, может быть, даже радиоведущего. Мне бы хотелось поучаствовать в каком-нибудь интересном шоу, типа, может быть, «Последний герой» или... Ух ты! Что-то совсем не связанное с профессией, но связанное с, так скажем, с публичностью и с какими-то такими штуками, которые в обычной жизни тебе вряд ли удастся сделать. Например, «Последний герой» или еще что-нибудь в этом духе. На коньки. Уж сколько, может, уже все перекатались, я не знаю. Вот. Либо... Ну, еще хочу сказать такую штуку, что многое не хочется говорить, потому что, когда это говоришь, оно куда-то улетучивается всегда. Но вот что касается моей профессии, я вот это посылаю в космос. Посылаю в космос то, что я вам сказал сейчас. И, конечно, и последнее еще хочу сказать. И, конечно, бы мне хотелось... Раз уж в космос посылаю. И, конечно, бы мне хотелось... Ну, наверное, к любому артисту хочется развернуться, как говорится, во всю мощь. Вот. Да, все границы. Да, да. И, конечно, для этого нужна какая-то роль, о которой все, наверное, актеры мечтают. Но я не исключение. А часто ли вы вот формулируете, да, это желание, оно сбывается? Вы знаете, это на самом деле и просто, и непросто. Вот когда ты можешь точно сформулировать свое желание, существуют некоторые законы, которые... Ну, если ты в них не веришь, ну, как бы это странно. Странно, но они точно есть, они точно работают. Когда человек точно формулирует свое желание, когда человек точно формулирует, точно ставит прицеп задачу, он это точно, как бы, он это получает. Пример. Вот вы лежите на диване. А вы хотите борщ. Ну, как бы, да, я лежу, хочу борщ. Ну, можно, в принципе, дальше лежать, но когда ты не просто хочешь, ты говоришь, я сделаю борщ. Ну, то есть я намерен сделать борщ. Я иду, и я знаю, что нужно сделать для того, чтобы сделать борщ. Ты же не думаешь, что, блин, я не сделаю борщ. Я же знаю, как делать борщ. Я купил-то морковку, там, свеклу, сварил, все, я получил борщ. Я захотел, это было намерение. Я для этого предпринял некоторые шаги. Я получил борщ. Желаю вам как можно больше ярких событий, и чтобы все вот эти преграды, они вами преодолевались. Спасибо вам большое. Это была программа «Факты мнений». Оставайтесь на телеканале «Кубань-24».